Девчонки Первый матч нового гонбольного сезона у команды состоялся в городе Кемерово против московского ЦСКА, где девушки приняли поражение со счетом 24-29. А в предварительном этапе Суперлиги сыграно 5 игр и 5 побед на счету у нашей команды. 26 сентября гонболистки провели очередной победный матч на выезде против команды Звенигорода со счетом 31-26. Самыми результативными по итогу игры стали Алина Кишко и Ирина Никитина. Они забросили по 6 мячей в ворота Звенигорода. Готовились, конечно же, всей командой все вместе. У нас были постоянные теории предтренировочные и разбирали игру соперника. И, соответственно, это было, наверное, толчком к тому, что мы были сильнее, возможно. В принципе, никогда не было разницы играть дома или на выезде. В принципе, везде одинаково. Но, я думаю, все-таки домашние стены, они помогают, потому что девчонки некоторые здесь живут, родились здесь. И все-таки, когда им легче и мне легче, соответственно, вот, поэтому, скорее всего, дома. В новом сезоне команду «Ладо» пополнили молодые игроки. Об этом и целях на сезон мы поговорили с главным тренером спортсменок. Он приехал из Белоруссии и начал тренировать команду с этого сезона. Ну, я сам по себе максималист. Клуб ставит максимальные задачи. Мы не исходим из того, кто у нас есть. Мы смотрим и из того, что нам надо. Поэтому задачи всегда максимальные. Кроме первого места больше ничего не существует. Мы сделаем все возможное и невозможное. Что касается самой адаптации, да, здесь будет при нюансе перехода с юниорского, с молодежного гонбола во взрослые. Как это будет происходить? Ну, мне видится, что у каждого это будет произойти по-разному. На сегодняшний день, там, обойма из 6-8 человек, именно молодых игроков, которых мы подключаем по одной-две игры в чемпионате. Исходя из этого и проводим ротацию. Это первое. Второе, конечно же, смотрим на их работоспособность и на их работу на самой тренировке. Если она конкурентная для той игры, на которую нам предстоит, то этот игрок попадает в состав и выходит на площадку. Ближайший домашний матч предварительного этапа Суперлиги состоится в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 7 октября. Рация и пластика. Вот чем восхищает гимнастика. В сентябре в универсальном спортивном комплексе «Олимп» прошел турнир по спортивной гимнастике, в котором приняли участие спортсменки со всей Самарской области от 8 до 16 лет. Приехала из города Самара выступать за команду. Я кандидат в мастер спорта, но приехала сюда выполнять мастер спорта, точнее выступать по нему. Учусь я в 8 классе, совмещаю учебу и тренировки, то есть у меня первая смена – это учеба. Как раз отдыхаю чуть-чуть и иду на тренировки. Участие в этих соревнованиях дает возможность гимнасткам повысить свои спортивные разряды до звания кандидатов в мастеров спорта. А те, кто займут призовые места, будут отобраны в команду сборной Самарской области. Прогнозы. Хотелось бы, чтобы наша команда заняла призовое место. В команде у нас лидер сильный, выступающий по мастерам спорта Анна Калинина. Также Алина Степарюк. Тоже достаточно у нее заслуг. И девочки очень перворазрядницы хорошие. Подрастают тренер Лрешкина Ольги Евгеньевны. Хочу выступить без падений, постараться и удовлетворить результат для себя. Я учусь в девятом классе и нет проблем с совмещением школы и тренировок, потому что я учусь достаточно неплохо и до тренировки стараюсь тоже делать уроки и после доделываю, что не успела. Усердные тренировки и воля к победе – вот все то, что помогает нашим юным спортивным гимнасткам. А на этом все. С вами была Лада Дудко. Будьте со спортом, любите спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова